Ну, хоть я и не собачник, но вот это как раз та порода собак, которой я вот люблю и восхищаюсь. Если бы я вот захотел собаку завести, вот именно такую бы я взял. Возьми на заметку себе. Да уж давно взял. Друзья, рядом с нами находится Любовь Николаевна Романова, директор Центра народного творчества. Доброе утро. Доброе утро. С приятным сюрпризом. В руках этот сюрприз. Рассказывай. Доброе утро, уважаемые телезрители. Завтра уже в день празднования Государственного праздника Дня России открывается наш фестиваль Всесибирский «Я люблю тебя, Россия». Фестиваль национальных культур, который пройдет в городе Красноярске 12 и 13 июня. И сейчас с удовольствием хотим разыграть билеты и пригласить вас на один из концертов, который состоится 12 июня в 17 часов в Красноярском городском дворце культуры. И эти два билета достанутся тому, кто правильно ответит на вопрос, с какого же года в городе Красноярске проходит Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия». Варианты дадим? Дадим. С 2000, с 2006 или с 2010 года. Отлично. 233-11-66. Телефон прямого эфира. Я надеюсь, что вам повезет, и вы угадаете, и сходите на концерт. Ну а прямо сейчас я, наверное, воспользуюсь вашей помощью, Любовь Николаевна. Юность Красноярья, как правильно сказать, о всех легалиях. Сегодня у нас номер будет представлен хореографической парой из заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации хореографического ансамбля «Юность Красноярья». Руководитель Александр Андреевич Лапо пара танцует. Вот традиционный наш танец «Калинку». Руководитель Александр Андреевич Лапо пара танцует. 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 Браво! И это была традиционная наша песня, танец, в данном случае «Калинка». И подходим к танцорам. Давайте сразу вместе здесь постоим. И, Любовь Николаевна, более подробно про это мероприятие, которое предстоит, то есть, собственно, что будет там, что можно увидеть, что услышать, кого? Да, почему мы именно в День России уже в который год проводим Всесибирский фестиваль национальных культур. Первые слова Конституции у нас начинаются. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой. И поэтому мы понимаем, что главное достояние нашей прекрасной Родины – это народ, это та многонациональная культура, которой сегодня представлена Россия. Поэтому в рамках нашего фестиваля 12 и 13 числа можно будет познакомиться как с русской культурой, вот сегодня мы уже увидели через данную хореографическую постановку, так же, как и с армянской, с азербайджанской, с дагестанской, с польской, с украинской, послушать народные тывинские песни, которые были записаны на чабанских стоянках в отдаленных районах республики Тыва. Или, например, записаны в фольклорных экспедициях по нашему или соседним регионам. И данное мероприятие, оно обусловлено тем, что вот в этом году это будет более 300 участников, которые в течение двух дней представят нам свое искусство, свое творчество. Концерты пройдут 12 числа на базе городского дворца культуры, как я уже сказала, в 17 часов. А 13 июня мы приглашаем в 14 часов на сцену Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хоростовского. Также хочу пригласить всех жителей и гостей города Красноярска 12 июня в 13 часов на ярмарку-выставку мастеров-ремесленников, которая пройдет на площади около городского дворца культуры. Программа насыщенная, будет интересно. Пока у нас правильных ответов нет, звоните, друзья, есть шанс попасть. Так, ребята отдышались после танца, я вижу, можно уже теперь и вас попытать, держите микрофон. Пару слов буквально вот про, мы сегодня говорим о том, чем мы гордимся. Вам, как вот, так сказать, профессионалам в этой области, если мы говорим о песнях, о танцах, вот для вас самые такие традиционные российские танцы, русские танцы, какими вы бы назвали? Топ-3, может быть, или самый-самый. Вот мы сегодня говорили о том, что там многие считают Катюшу вот именно из песен, если мы говорим такой самой-самой нашей любимой и всеми объединяющей. Для вас что будет? Ну, если брать именно танцы, то это, скорее всего, вот Калинка, ну и, скорее всего, Кадриль. Кадриль? Ну, возможно, да, скорее, такие исконно русские, ну и довольно-таки заводящие номера, и вот как-то они, такие исконно русские традиции, можно сказать, пропагандируют. Вот. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо, что занимаетесь вот действительно такими красивыми, прекрасными танцами. Продолжайте в том же духе творческих успехов. Блог полезной информации у нас далее, скоро вернемся и продолжим наш эфир.